Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре будет вот такая вот вот такая вот аудиокарта от Audient, Audient Evo 4 и это не просто аудиокарта, а целый бандл. В него входит сам вот этот вот аудиоинтерфейс, к нему же XLR провод, наушники, которые сейчас в данный момент на мне, и этот микрофон, в который я в данный момент пишусь, включая паук, но не считая вот этого вот поп-фильтра. Но и без поп-фильтра, в принципе, пэшки он особо не ловит. Главное установить этот микрофон правильным образом. Но если у вас в наличии есть поп-фильтр, то пренебрегать им бы я бы не стал. И как всегда, по традиции, начнем, пожалуй, с распаковки. Вот, собственно, коробочка от нашего бандла Audient Evo 4. Да, то есть это, собственно, не просто аудиокарта, а целый бандл, который включает в себя микрофон, наушники, а также остальные провода, такие как XLR провод и Type-C. Так, открываем, собственно, вот эту вот полиэтиленку. Внутри нас встречает Quick Start Guide. Что мы в нем видим? Собственно, показаны варианты использования, возможные сценарии, собственно, использования этого аудиоинтерфейса, поскольку он здесь в этом бандле во главе, можно сказать, стоит, а все остальное более-менее посредственное. Долго застрять на этом все, внимания не будем. Начнем, пожалуй, с паука. Паук здесь непростой, а, скорее всего, на него можно повесить только микрофон, который идет в комплекте. Собственно, на аудиотехнике я уже проверял, он там люфтит. На других микрофонах я не продал, собственно, вот, аудиент и его аудиент. Собственно, резьба, переходник, да, маленький, он съемный. Так, закрутили. Это наш провод XLR. Папа-мама. Так, распаковываем. Я предполагаю, что он где-то 3 метра. Ну, или 2, примерно. Это у нас будет наш микрофончик. Кстати, на него я сейчас в данный момент пишусь за кадром. Да, собственно, как слышите, этот комплектный микрофон не так уж и плох, но в связке лучше использовать оп-фильтр дополнительный. Так, это, собственно, модель SR1. Да, гриль такой вот железный вроде бы как, и капсуля насквозь не видно. Так, квадратненький, собственно, интересный дизайн, как по мне. И вот его можно использовать с этим пауком. Паук, кстати, без резьбы, что меня немножечко огорчило, поскольку микрофон может выпасть, если вот так его потрясти немножко вверх тормашками. Вроде там есть что... То есть, если потрясти, с собой не падает, но если сильно тряхануть, он может и выпасть. То есть, у нормальных, стандартных пауков такое не встречается, поскольку там есть резьба. Здесь у нас, собственно, кабель Type-C на Type-A, что, собственно, меня порадовало, что в этом аудиоинтерфейсе используется выход Type-C. Так, это провод. И, собственно, сами наушники. Кокаинчик, как же без него, чтобы сырость не попадала. И... Да. И его аудио. Ну, наушнички, как бы, вроде бы простенькие, из простого пластика, но при этом на ушах сидят хорошо. Так, распакуем наш провод. Так, распутываем. Да, такие вот, собственно, наушники. Эластичные, но я бы не рекомендовал их вот так вот люфтить во все стороны. Так, металлические у нас, собственно, регуляторы, вставки. Назовите, как, конечно, это называется, я не знаю. Да. Это, собственно, наушники Evo, Audient Evo S2000, если я не ошибаюсь. Резьба съемная, джек именно съемный, то есть, можно вставить на мини-джек. И, собственно, большой джек у нас на резьбе, и можете использовать его с аудиокартой. Итак, и, собственно, главарь нашей банды это, собственно, аудиокарта Audient Evo 4. Вот такая вот миниатюрная. Интересненько, интересненько. Выглядит она гораздо меньше, чем на картинке. По факту, она помещается в ладонь. Вот, собственно, органы управления. Тут у нас один универсальный гейн для всего. И, да, будем тестить. Попробуем использовать эту аудиокарту вместе со смартфоном. Подключим его через OTG-переходник. Собственно, если у вас есть провод USB-C на USB-C, можете сразу использовать этот аудиоинтерфейс через Android-устройство, начиная от Android 10. Потому что на Android 9, вроде бы, если я не ошибаюсь, конечно, поправьте меня в комментариях, нельзя было использовать сторонние микрофоны умолчанию. А в Android 10 вы можете писать видео, то есть вот так вот вставляете. И вставляем, собственно, в интерфейс, и загорается уже индикатор. Такое может сработать и со старыми девайсами, но, скажем, если вы начнете писать видео, этот интерфейс не будет поддерживаться. Но если у вас Android 10, то уже из коробки, скажем так, можно использовать этот аудиоинтерфейс и записывать всякие там тиктоки или видео уже с хорошим звуком, без сторонних приложений, как правило. Но работает это не со всеми интерфейсами. Так, собственно, подключили наш микрофончик. Подключили. Гейн у нас настраивается. Выставляем на единичку, выбираем первый канал и настраиваем гейн. Для каждого канала уровень гейна настраивается индивидуально. Вот наш микрофончик. Главное не забыть включить фантомное питание, поскольку, как вы знаете, любой конденсаторный микрофон требует фантомного питания 48 вольт, которое, кстати, здесь нужно, поскольку в комплекте у нас как-никак конденсаторный микрофон. Да. Что примечательно, я вот сейчас смотрю на нее, она, во-первых, миниатюрная, помещается прямо у меня на ладони. И в данный момент я вижу, вижу, как индикатор звука прыгает в такт моим словам. Да, как я уже ранее говорил, этот аудио интерфейс Audi & Evo 4 я брал как бандл. Да, микрофон, в принципе, удобоваримый и к его тестам перейдем мы в дальнейшем, но об этом позже. Для начала поговорим про характеристики этого аудио интерфейса. Это, собственно, двухканальная аудиокарта с двумя комбинированными XLR входами, XLR TRS, да, в него можно подключать гитару, но не рекомендую, поскольку в него можно втыкать инструментальный вход, но у него есть отдельный инструментальный вход, который идет на первый канал и он втыкается в обратную сторону. То есть, при этом вам нужно вставлять тогда микрофон во второй канал, а в первый канал в этом. Ничего не должно быть вставлено, если вы включаете инструмент, то вставляете не сюда, а в отдельный инструментальный вход. Что примечательно, этот инструментальный вход выполнен на полевых транзисторах. И, что самое удивительное, у него очень маленькая задержка. То есть, на нем очень будет хорошо играть на гитаре. Да, у него появилась функция смарт-гейна, о которой мы поговорим чуть позже. G, E, E, T инструментальный вход, то есть, про который я говорил на полевых транзисторах. Вход, или выход, вход на мониторы, левой, правой, также выход на наушники с прямым мониторингом. Включаете самые наушники, если вы покупаете бандл. Если нет, то имейте в виду. Самое удивительное, что у этой недорогой аудиокарты есть функция Loop Back. То есть, если вы желаете заниматься стримингом, то есть, эта штука must have, в том плане, что она недорогая, и это самый низкий порог входа будет для вас. Потому что, как правило, аудиокарты или микшерные пульты с функцией Loop Back стоят гораздо дороже. Комбинированный регулятор и, собственно, питание по USB. И кабель у него USB-C, собственно, сюда, и USB-A на обратную сторону. Да, что самое удивительное, карта оказалась гораздо красивее и привлекательнее, чем на картинке. Но единственное, все-таки, минус в том, что она выполнена вся целиком из пластика, но изматывала, кстати, да, то есть, имейте в виду, все следы будут на ней оставаться. Но и при этом она остается достаточно стильной. Да, собственно, поговорим про функцию Smart Gain. Эта функция нужна для того, чтобы настраивать автоматический уровень входа. Вы, то есть, включаете эту функцию на вот эту вот зеленую кнопочку, которая кричит «Нажми меня!» Да, и по вашему голосу вам надо что-то в этот момент будет говорить, и по вашему голосу будет восстанавливаться, выставляться, извините, гейн. Собственно, функция Smart Gain происходит достаточно просто. Вы нажимаете сначала зеленую кнопку, потом нажимаете первый канал, и потом нажимаете еще раз зеленую кнопку. Сейчас мы попробуем, и вы меня не будете какое-то время слышать. И вот, собственно, сейчас данный момент я себя слышу, и он сделал в итоге этот гейн потише почему-то. Но, как видите, выставляет он все равно это все тихо, и если вам нужна громкость, и вы знаете, какую громкость вам выставлять, эта функция будет относительно бесполезной. То есть, хорошо в том плане, если вы стримите, нажали Start Smart Gain, и он вам выставит так, как вам надо, и чтобы не ломать другим уши. У этого микрофона есть, собственно, вот тут еще одна кнопочка, это, собственно, монитор сигнала Monitor Mix. Да, дело в том, что компьютеру всегда требуется время на обработку звука, и при этом, как правило, возникает небольшая задержка. Если у вас компьютер, скажем так, не сильно хороший, процессор у него не сильно хороший, то с помощью этой функции вы сможете сократить задержку благодаря именно самой карте, благодаря самому железу, который находится в этой карте. Да, поскольку задержка у этой карты тогда будет составлять, если включать вот этот вот Monitor Mix, тогда она будет составлять 0,0006, то есть это практически 0, нулевая задержка. И это, как правило, важно для тех, кто будет играть на этой карточке на гитаре, поскольку если играть с плохой задержкой, то, скажем так, вы сыграли, к примеру, один аккорд, играете второй, а вы все еще слышите первый, то есть играть именно как мониторинг, когда звука будет у вас плохой. Да, как видите, я использую в данный момент, да и в основном, в принципе, всегда использую аудиокарточки, как правило, для записи голоса. И я не тестировал ее с электрогитарой, поэтому, поэтому верить мне прям на слово я бы не стал. Ну, или на вашем бы месте я бы посмотрел бы еще какой-нибудь обзор этой аудиокарты. Но мы сейчас говорим, собственно, про весь бандл. И сейчас долго затягивать не будем, перейдем, собственно, к тесту микрофона, но перед этим я вам кое-что скажу про функцию loopback. Про функцию loopback я тоже не знаю, поскольку стримингом я как бы не занимаюсь. Для меня эта функция, в принципе, не очень важна, можно сказать, практически не очень, но это хороший задел на будущее. В том плане, что эта карточка стоит примерно как и Focusrite Scarlett, но при этом у этой карточки плюшек больше. Тот же loopback, тот же smart mix, тот же выход на полевых транзисторах, smart gain, но единственное, у Scarlett, Scarlett, он как бы выполнен весь из металла, решать, как правило, вам, но в Scarlett нет loopback, а в этом плане тут есть loopback, и это уже хоть какой-то небольшой задел на будущее, если вдруг вам он понадобится, он у вас будет. Да, перейдем, собственно, к тестам микрофонов. Да, вот, собственно, этот, вот такой вот у нас микрофончик, если говорить сбоку этого микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. Если говорить с задней стороны этого микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. И я вам не назвал модель этого микрофона. Это, собственно, Audient SR1. Относительно базовый, с небольшой мембраной, конденсаторный микрофон. Если вам не нужны, в принципе, плюшки, или у вас есть микрофон, то, собственно, можете купить только аудиокарту. Но этот стартер пак достаточно классный. На расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так. Со стопроцентным гейном на вытянутой руке этот микрофон будет звучать вот так. С выкрученным гейном на 70% этот микрофон будет звучать вот так. А на 50% вот таким вот образом. Выставив микрофон за кадром, этот микрофон будет звучать вот так. Выставив гейн на 50%, выставив гейн на 50%, этот микрофон будет звучать вот так. Да, сейчас мы протестируем небольшой proximity effect. Если говорить вот таким вот образом, то этот микрофон будет звучать вот так. И если не использовать поп-фильтр, то микрофон будет звучать вот так. Да, собственно, проверим этот микрофон на пэшке. Петька, принеси папиросы, пожалуйста. И с поп-фильтром. Петька, принеси папиросы, пожалуйста. Собственно, всё. Всё, что я хотел сказать про этот бандл, я уже сказал. Если есть какие-то вопросы или я что-то забыл, то, как всегда, по традиции, пиши в комментариях. Ну а с тобой был дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.